РАМАДАН НА КАНАЛЕ АЛИАТИСАМ 1445 ГОДА ПО ХИДЖРИ Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва ракату. Просить прошение ва Аллаха Субханаху ва Тааля – один из больших причин, которой от Аллаха Субханаху ва Тааля благодать к нам идет. И она продолжается. Аллах в Куране говорит. Если бы люди, сел, и также в городах, которые живут, люди уверовали бы и боялись бы от Аллаха Субханаху ва Тааля, я, говорит, им открыл бы барракат, благодать из небес и земли. Но они, говорит, не приняли истину. Каззабу. Они посчитали ложным открывение от Аллаха Субханаху ва Тааля и пророка. Фаахадна хум бимакан юя ксибум. За это мы их наказали, за те деяния, что они сами сделали. У грехов след очень большой. Грехи уничтожают благодать от Аллаха Субханаху ва Тааля. И это притягивает наказание. Аллах в Куране говорит. Поистине было поселение сабельцев. Знамение. Вкушайте из благодати и удела от вашего Господа. И благодарите его. Прекрасная страна и прощающая Аллах. Что случилось с этими сабельцами? Что случилось? Аллах нам приводит пример. Они отвернулись от религии Аллаха Субхана Я к ним не послал Большой поток который этот платина, который оторвала Большой поток послал к ним Я заменил им которые были два хороших сада Два сада, которые нету деревьями, которые нету их плоды и что-то из деревьев лотоса Для чего это было? Я это наказал их им это сделал, наказание дал за то, что они не уверовали за то, что они кафиром стали Мы наказываем кроме кафиров Аллах Субхана Так как просить прощение у Аллаха Субхана является на земле чтобы Аллах Субхана дал благодать также грехи являются чтобы на земле появились фитон искушение вражда война как Аллах сказал Появился фасад нечисть на земле и на море за то, что сделали сами люди Почему это? Почему такое наказание от Аллаха Субхана это чтобы они кусили некоторые наказания может они вернуться к Аллаху Субхана 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 Из-за этого братья мусульмане мы должны постоянствовать стегфар просить прощения Аллаху Субхана Субхана сделали грех ошиблись сразу вернуться к Аллаху Субхана Просить прощения у Него наши предки говорили не смотри какой бы маленький грех не было не смотри что это маленький грех смотри кого же ты ослушался маленький большой это другой вопрос но ты ослушался Аллаха Субхана 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 какой бы маленький и большой грех уже написано как Аллах в Коране сказал «Ва кулу сагирин ва кабирин мустатор». Каждый маленький и большой, написано, говорит Аллах Субханаху ва Та'ала, в судный день человек скажет, «Я ва яقولу на я вайлата намали хадал китаби ла югадиру сагиратан вала кабиратан илла ахсаха. Ва ва жаду ма амилу хадира вала ядлиму раббука ахада». Люди скажут в судный день, что с этой книгой, которую наши руки дали? Она не оставила ни маленький, ни большой, кроме как она подсчитала, написано все то, что мы делаем, и люди нашли все, что они делали перед ним, уже предписано нашли, и твой Господь никого не притесняет, никому зульмы не делает Аллах Субханаху ва Та'ала. У людей может быть этот грех маленький, но за этот грех может быть этого человека Аллах Субханаху уничтожит. Историю мы знаем, которая случилась с рабом, который вместе был с пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Они остановились в одном долине в Ад-эль-Кура, и какая-то стрела прилетела, шальная стрела прилетела, и попал этому рабу, и умер. И тогда люди сказали, «Хани ан лаху шахада». Поздравляем, что он стал шахидом, пророк, саллиллаху алейхи саллиллаху алейхи вассалам. Смотрите, грех такой раб сделал, хотя он шахада пал, умер на пути Аллаха, за этого Аллах Субханаху его наказал. Смотрите, что он сделал. «Клянусь тем, чьих руках находится моя душа», говорит, тот шамля, это плащ, который он украл, дэн хайбара из этого трофея, пока не разделили, он, который с себя взял этот плащ, сейчас, говорит, на нем она горит. Этот плащ, говорит, сейчас на нем горит. Он мог бы получить шахаду за этот маленький грех, если мы скажем, что там плащ он украл, взял. Этот плащ, говорит, на нем горит пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Другой хадис тоже мы знаем, как Аллах Субханаху и Аллаху наказал женщину за кошку, которую она дома держала, не выпустила на улицу, чтобы сама пропиталась, и дома держала, от голода умерла. За эту кошку Аллах Субханаху и Аллах наказал его наказанием ада. Из-за этого будьте осторожны, братья мусульмане. О, мусульманки, покайтесь, вернитесь к Аллаху Субханаху и Аллаху, не говорите завтра, пока я не сделаю, завтра будем просить прощения Аллаха Субханаху и Аллаху, да завтра даже его никто не знает. Сколько мы видим молодых людей, ничего не болеет, здоровые умирают, и старые люди уже до сих пор живут. Сколько мы видим, врачи умерли, кто же, который он лечил, что живой. Из-за этого не ждите на завтра делать покаяние. Не говори, я молодой, заходи к кладбище, смотри к кладбище и почитай там год рождения и день смерти. Молодые, умершие, сколько там и стариков сколько. Ты найдешь намного больше молодых. Из-за этого покайся сейчас, пока не придет тот день, который ты будешь говорить в судный день, я вайлятана. Что здесь с этой книгой? И она не оставляет ни маленькие, ни небольшие. Просить прощения Аллаха Субханаху и Аллаху, это является защитой от бед. Аллах в Коране говорит, ва ма кана Аллаху муаззиба хум ва хум истагфирун. Аллах Субханаху их не будет наказывать, пока они будут просить прощения Аллаха Субханаху и Аллаху. И про Юнуса, алей салам, мы знаем историю Юнуса, что его проглотил прощение. Просить прощение Аллах Субханаху и Аллаху это очистит твое сердце. Как в хадисе сказано, каждый грех ставит точку на сердце черную, каждый человек когда кается, это грех стирает. Пророк Салли Аллаху и Аллаху, который Аллах Субханаху и Аллаху простил его прошлые и будущие грехи, он говорит, он говорит, я день сто раз прошу прощения Аллаха Субханаху и Аллаху. Пророк Салли Аллаху и Аллаху, день сто раз просит у Аллаха Субханаху и Аллаху прощения, а ты мусульманин, который каждый час и каждую минуту, который делаешь грехи. Сколько раз день прощения просит Аллаха Субханаху и Аллаху. Из-за этого мы должны постоянно привыкать, и чтобы у нас язык постоянно был влажный от поминания Аллаха Субханаху и Аллаху и просить прощения Аллаха Субханаху и Аллаху и Аллаху Не забудьте нас и наших братьев, которые на земле сейчас находятся в унитенном положении, делать дуа перед Ифтаром. Этот момент, Рамадан месяц, является благою месяцем, который Аллах принимает дуа. Ворота рая открыта, ворота ада закрыта. Просит Аллах прощения для себя, для своих братьев. Просит Аллах победы для мусульман. Субтитры создавал DimaTorzok